Мы на выставке World Food 2022. Рядом со мной Александр Вагин, генеральный директор компании Супермаркет Брендинг. Александр, здравствуйте. Я знаю, что вы были спикером на одной из сессий. Что была за сессия и о чем шла вообще речь? Добрый день. Сессия была посвящена кондитерскому сегменту и нас пригласили туда как экспертов, которые занимаются созданием и развитием брендов. Мы делимся этим опытом. О чем стала речь? Основное, о чем мы говорили, это то, что брендинг на сегодняшний день является одним из самых сильных инструментов конкурентной борьбы. То есть не такая проблема, например, сейчас создать какой-то новый продукт, технологии, товары, услуги, все копируется. Не такая проблема зайти в сети, то есть можно подписать контракты с сетями. Но вот создать бренд, который потребители будут выбирать, на сегодняшний день это большая проблема, сложность для многих бизнесов. В этой связи мы им говорили о последних трендах в брендинге, говорили о том, что важно выстраивать эмоциональную связь с потребителем, создавать сильные бренды, основанные на стратегии. И привели примеры самых последних топовых трендов в брендинге. Это диджитализация, это геймификация. То, что сейчас активно работает и помогает компаниям продавать. Чуть-чуть поподробнее, что называется на пальцах, например, геймификация. Что значит геймификация бренда? И второй вопрос, диджитализация, раз вы упомянули. Да, диджитализация это способность бренда адаптироваться к новой цифровой реальности, цифровой среде. То есть это социальные сети, вплоть до сайта. И сильный бренд, он легко способен адаптироваться под эти каналы коммуникации. То есть он умеет изначальную цифровую ДНК и его можно использовать в любых каналах коммуникации. Геймификация это вообще супертренд, который необходимо обратить внимание. То есть это такая нативная технология, которая внедряется в процессы взаимодействия с брендом. То есть есть, например, очень известная сейчас ритейл-сеть Shane, которая обошла по продажам такой известный бренд Zara. И в чем успех этой компании? Во многом геймификация. То есть компания смогла выстроить такую коммуникацию с потребителем, которая копирует технологии, процессы, технологии взаимодействия, как будто бы вы играете в какую-то игру. То есть заходя, например, в приложение, вам начисляются баллы, вы можете эти баллы потом тратить на продукты и так далее. То есть это выстраивание какой-то истории наподобие игр. Потребители в это очень хорошо вовлекаются. Соответственно, выстраивается сильная эмоциональная связь с брендом и формируется лояльность к этому бренду. Анализируя российский рынок, вы сейчас видите, скажем так, дефицит вот этих трендов у российских брендов? Или они вовлекаются в это, используют это и здесь работать особо не на чем? Да, мы видим на самом деле огромные возможности в этом, потому что традиционно российский рынок немножко отстает от более развитых рынков. И, конечно же, на Западе, в Штатах это давно уже используется и самое главное показывает эффективность. Мы, в свою очередь, занимаемся как раз созданием брендов и стараемся компаниям уже транслировать эту идею, чтобы изначально, когда они создают бренд, они уже думали о том, чтобы в ДНК бренда, в платформу бренда были интегрированы самые последние тренды, последние технологии, чтобы потом их эффективность была выше. Поэтому это огромные возможности для российских компаний, о которых мы сегодня и говорили. Хотя сегодня была панель кондитерские изделия, я так понимаю, что речь вообще не только об этом, все что угодно. Да, но на самом деле это мысль, которую я транслировал, что если вы работаете на кондитерском рынке, то ни в коем случае не смотрите только кондитерский рынок, потому что вы будете делать ровно то, что делают ваши конкуренты. Мы приводили примеры для кондитерского рынка, например, из IT рынка, из более технологичных рынков. Говорили о том и показывали уже кейсы, бенчмарки, как, например, шоколадки используют искусственный интеллект. То есть изначально кажется, что это невозможно применять, невозможно использовать, но уже есть примеры, которые позволяют бренду дифференцировать на фоне конкурентов, причем нестандартно. То есть если вы берете какие-то технологии из смежных рынков, вы просто не используете то, что используют абсолютно все на рынке. Спасибо вам большое за очень интересный разговор. Александр, мне кажется, тот человек, который принесет будущее в ритейл. Спасибо вам большое за вашу работу и удачи на выставке. Спасибо.